Над оккупированным Янакиево ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Кадры падения самолета уже транслируются в зарубежных СМИ. Вот так сбивается российский металлолом, который незаконно летает над Украиной. Жители засняли, как два пилота успели катапультироваться. Но неизвестно, выжили они или нет. Ведь в российской технике в момент катапультации очень часто пилоты ломают шею. Горящий самолет упал на техникум, в котором учился Янукович. Вы знаете, может быть это и к лучшему. А вон два парашютиста, прикинь, самолет. Два парашютиста падает. Я куда шо? Он шо в город еб... В натуре он сейчас еб... Прикольные, били, самолет падает. А вон парашютисты летят. Катапультироваться. Приблизительная дальность, на которой был сбит самолет, составляет около 50 километров. Очень интересно, чем нам удалось так его сбить. Это мог быть наш истребитель, или же комплекс ПВО С-300. В любом случае, сбитие российского Су-34 это очень хорошая новость. Ведь РФ лишилось еще одного истребителя-бомбардировщика за 36 миллионов баксов, которым бомбила мирные города Украины. Хотел бы я видеть лица пилотов в тот момент, когда им под хвост прилетела ракета. Ведь населенный пункт, над которым их сбили, находится на оккупированной территории. Вот уж они точно не думали, что наши системы ПВО будут покрывать такие обширные области. Это значит, что вся российская авиация даже в глубине на оккупированных территориях не имеет никакого превосходства в воздухе. В общем, сбили этих подонков как утку на охоте, метким попаданием. И я благодарю наши силы ПВО за то, что вот так красиво хлопнули российский самолет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.